Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас Даша Вредная Клиентка. И Даша Вредная Клиентка в этот день была безумно довольна и безумно счастлива, потому что я получила посылочку. Посылочку я получила с новым потрясающим помощником, с новым пылесосом. Наконец-то свершилась в моей жизни радость. Ко мне пришел новый пылесосик. Ссылочки на пылесос оставлю в комментариях, потому что очень многие интересовались. Мы уже в прямом эфире об этом говорили, что я его получила. Мы уже даже видели, как он работает. Всем очень понравилось. Я довольна. Я уже поработала на нем несколько человек. Но в тот день я этот пылесос получила. И просто не могла не снять вам вот эту вот всю красотищу. Время снять маски мне вообще очень нравится. Хэштег очень вкусно звучит. Итак, в инстаграме эти производители есть. Это российский производитель. Его можно найти в инстаграме. Его можно найти во многих соцсетях. Его можно найти на Валберис и на Озон. Кстати, очень удобненько. В чем же основной прикол, основная характеристика, вот как правильно сказать, вот этого вот монстрика? Это в том, что он совершенно небольшого размера, что мне очень сильно нравится. Он очень компактно установился мне в стол. Кстати, про установку я вам покажу. И вот у него не вентилятор. Посмотрите внимательно. У него турбина. И плюс еще два фильтра. Один фильтр, который улавливает самые мелкие частички. И второй фильтр, который меняется после каждого клиента. То есть у нас получается двойное фильтрование воздуха. Снизу из него ничего не летит. Я уже проверила. Очень хорошо фильтрует. По протяжению трех клиентов внутри пылесоса ни одной пылинки нет. Все улавливается фильтрами. Ну и плюс вот эти вот сменные фильтры, которые вырезаны под размер пылесоса, прячутся под решеточку. Замечательно там держатся и никуда не выпадают. Это просто кайф, девочки. Я прям кайфанула. В общем, я довольная. Я очень довольная. Я очень рекомендую. Ссылки, как я сказала, в описании. Ну а мы же вернемся непосредственно к клиентке. Напоминаю, сегодня у нас Даша ее зовут. Странное имя Даша. А вот всех, кто ко мне приходят вредные, всех Дашами зовут. Так вот, как мы эти ногти наращивали, мы с вами уже посмотрели. Ничего нового. Подставляем форму, выкладываем материал. Все хорошо, замечательно получается. Ну и делаем непосредственно аквариумный дизайн. Сегодня у нас аквариум. И как вы видите, аквариумов у нас много. Уже два пальца вы видите у себя на экранах. Уже можно сравнить, что все пальцы у нас разные. Все пальцы у нас красивые. Этот средний пальчик понравился очень многим. Когда я показывала полностью всю руку в инстаграме, все прям оценили вот этот вот средний пальчик, какой он красивый получился. Выполняя его, я думала о лете, я думала о вкусных лимонах, наверное. Не знаю, о чем я думала, но мне захотелось чего-то потрясающе яркого. Самое яркое, что я у себя нашла, это, конечно же, неоновые пигменты. Ну, ярче неоновых пигментов ничего в мире не бывает. Как мы помним, неоновые пигменты мы прицепляем на липкий слой гель-лака. Для того, чтобы наши неоновые пигменты выглядели еще ярче, этот слой гель-лака должен быть белым. То есть белый цвет дополнительно подсвечивает нам неоновый пигмент и получается вот такая вот красотища. И, конечно же, неоновый пигмент для меня всегда ярче всего, интереснее всего смотрится в сочетании с черным цветом. В общем, черным цветом мы выполнили такую себе дымную прорисовку, что-то такое непонятное. Надо было сюда все-таки лимоны рисовать. Вот я вот сейчас сижу и думаю, что я сюда абстракцию нарисовала какую-то, надо было рисовать лимоны. Но хорошая мысля приходит опосля, надо быстренько спилить абстракцию и перерисовать лимоны, пока еще не сильно отросло. Как вам такая идея? Поднимите руки в комментариях, кому это нравится. Так вот, выполнили френчик на бузюк, или на него, конечно же, блесточек, килограмма два как минимум. Перекрываем прозрачным гелем, опиливаем, опиливали мы в прямом эфире. Ну и как я говорила, рисуем, ну не клумбы мы сегодня рисуем, наконец-то, ура, ура, да, все там прыгают на стуле, наконец-то у нас не клумбы, наконец-то у нас абстрактный дизайн. В качестве абстрактного дизайна мы сегодня выбрали вот такие вот треугольные мотивы, которые опять же рисуем гель-лаком белым. Почему? Потому что мы опять же будем на него напылять пигмент. Гель-лак у нас с липким слоем, поэтому пигмент к нему прилипнет и все будет замечательно. Кстати, рисовали мы в прямом эфире, и там же я показала такой себе лайфхак, ноу-хау, как с этими пигментами еще можно дополнительно работать. То есть мало того, что мы напыляем их, их же становится очень много, они напыляются кроме белых цветов еще и на весь оставшийся ноготь, получается грязно. Так вот, в прямом эфире мы разобрались, как же это сделать чистенько. Надеюсь, вы видели, и надеюсь, вы, конечно же, напишите, как же это у нас получилось. Так вот, прорисовываем себе геометрические узоры, и, как я уже говорила, у нас треугольнички, подсушиваем все это безобразие в лампе и напыляем на них пигмент. Пигментом мы использовали два штуки, желтый и зелененький, делаем из этого всего растяжку пигментами, у нас получается плавный переход оттенков. Очень здорово смотрится, безумно просто выполняется, и после того, как мы напылили пигмент, нам останется все это дело только прорисовать. Прорисовки у нас будет немного, опять же, геометрическими линиями, опять же, все это в геометрии, все это в тонких линиях выглядит очень замечательно, очень специфично. И потом, для того, чтобы линии наши были тоже не скучными, мы их, опять же, напылим пигментом, только уже не неоновым. У нас линии рисуются гель-красочкой без остаточной липкости, напылим мы на них золотую втирку. Продолжение следует... 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 Мне очень нравится, надеюсь, понравилось и вам. Надеюсь, вам было интересно, полезно. В следующий раз мы с вами рассмотрим когда-нибудь, как же мы этот пылесос устанавливали. Интересно вам такое видео? Конечно же, будет интересно. Ну, в любом случае, такое видео будет, потому что я думаю, что вам будет интересно. Поэтому увидимся на канале. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Всем до новых встреч. Пока!